Меня слышно? Меня зовут Павел Борисович, я врач, консультирую коралловый клуб и занимаюсь гемосканированием уже больше семи лет. У меня где-то около 20 тысяч исследований на фазово-контрастном микроскопе. Хочу с вами немножко поделиться сегодня опытом по здоровому питанию, как правильно организовать свое повседневное питание, как использовать продукты кораллового клуба в создании своей собственной индивидуальной схемы здорового питания. Хотел бы начать с того, что, к сожалению, современный тип питания, современные наши привычки питания, они противоречат нормальной физиологии пищеварения и, к сожалению, если мы питаемся привычно, как все, это ведет к накоплению токсинов в организме, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. После заболевания нарушение желудочно-кишечного тракта идут нарушения иммунной системы, аллергические заболевания. Ну и все это перетекает в, скажем так, ту сеть привычных хронических заболеваний, с которыми мы начинаем ходить от одного доктора к другому, в принципе, с которыми и большинство из нас умрет, если не изменит свой образ жизни. И начинать, конечно, о правильном питании мы будем с воды. Потому что вода является основой правильного питания. Ну, надеюсь, все из вас знают объем воды. Доктора и в литературе я очень часто слышу не воду, а жидкости. Так вот, еще раз повторюсь, мы будем говорить и мы говорим именно о воде, о чистой структурированной щелочной воде, объем воды, которую вы должны употреблять в течение дня, он должен составлять около полутора литров. Естественно, летом воды нужно больше, зимой можно употреблять воды чуть меньше, потому что потери воды меньше. Воду очень важно употреблять небольшими порциями. Вода должна быть не холодной, не прохладной, так как такая вода будет вызывать спазм пищеварительной системы, она будет хуже усваиваться, нарушать функцию рецепторов пищеварительной системы. Поэтому воду мы должны употреблять теплую, может быть комнатной температурой. Объем воды около полутора литров. Я рекомендую основную часть воды употреблять в первой половине дня, то есть на ночь, по крайней мере, за два-три часа до сна уже желательно особо воду не пить. Ну, если есть, конечно, чувство жажды, то вы можете пить воду, но старайтесь уже большое количество воды не употреблять на ночь, так как ночью мы должны спать, наши почки должны спать, а не работать, а вот старайтесь воду употреблять в первой половине дня. Ну, естественно, все знают, что, надеюсь, все знают о том, что воду нужно употреблять до еды. Оптимальный прием воды где-то за 15-20-30 минут до еды. Ну, в принципе, не будет большим грехом, если даже за 5 минут вы выпьете стаканчик воды. Вот после еды воду пить нежелательно, по крайней мере, большой объем воды. Ну, рекомендуется пить не больше 50 миллилитров воды. Ну, допускается-то, допустим, когда вам нужно какую-то капсулу, там, пищеварительную формулу, ассимилятор, лецитин какой-то употребить, вот сразу непосредственно после еды. Ну, и такой привычный прием воды можно продолжать где-то через 40 минут, час после окончания приема пищи. Многие, наверное, возразят о том, что как только я поем, у меня сразу возникает сильное чувство жажды. Вот на это я могу ответить, что, во-первых, это возникает из-за того, что вы не пьете воду в достаточном количестве до еды. Во-вторых, это признак того, что вы неправильно питаетесь. Потому что, когда идет чрезмерная пищевая нагрузка, мы об этом поговорим, дальше, то вот чувство жажды после приема пищи, это один из признаков того, что вы употребили несовместимые продукты, либо переели, либо слишком большое количество мяса съели, или какой-то мочной пищи непосредственно для вас. И жажда, сильная жажда после приема пищи свидетельствует о резком закислении плазмы крови и других физиологических жидкостей организма. И о том, что у вас происходит нарушение гомеостаза. То есть, это как раз и есть признак неправильного питания. Ну, о воде, в общем, все. Давайте поговорим теперь о продуктах питания. Ну, хотел бы начать с белков, то есть, с белкового питания. Существует несколько серьезных проблем употреблении белковой пищи. Ну, вы все знаете, наверное, что белковая пища, это в основном мясо, это рыба, это яйца, это кисломолочные продукты. Ну и небольшую долю белков будет составлять растительный белок. Хотя белок есть в любом продукте, в любом пищевом продукте есть белок. Просто концентрация может быть незначительная. Ну, вот основные источники белка, это, конечно, животные продукты. Из растительных продуктов можно назвать бобовые продукты, орехи достаточно богаты белком. Поэтому те люди, которые избегают продукты животного происхождения, им придется увеличить количество белков растительного происхождения. Ну и, конечно, как-то добавить какие-то дополнительные аминокислоты для того, чтобы клетки ткани вашего организма вовремя строились, восстанавливались. Ну, о продуктах коралл клуба мы дополнительно поговорим чуть позже. Итак, существует проблема, прежде всего, в так называемых мясных продуктах. То есть, сразу хотел бы, скажем так, прояснить свою позицию о том, что я считаю, что употребление колбасы, сосисок, сарделек, на сегодняшний день это неприемлемо. То есть, вся эта пища, она не является здоровой и она ведет к серьезным заболеваниям. Почему? Ни один продукт, мясной продукт, не натуральное мясо, а мясной продукт, он не, его изготовление, производство, не проходит без добавления туда красителей, консервантов, некоторых таких формообразующих продуктов. Если говорить о сосисках, сардельках, то они от 70 до 100 процентов будут состоять из сои, причем сои генетически модифицированной, сои, скажем так, низкокачественной. Дальше. Вот сегодня только смотрел фильм о том, как вот вы скажете, что, допустим, есть шинка какая-то, то есть ветчина, так вот как раз вот пару слов могу рассказать об изготовлении ветчины. То есть, ее специально инъекционно вводят туда гель и вот как бы внешне вот этот ветчина или шинка, она выглядит, ну как, как вот структура полностью повторяет мясо, а вот эта вот шинка, она раздувается за счет введения туда специального геля, который в основном создается на основе крахмала и на основе сои. И он в несколько, в три, в четыре раза увеличивает объем мяса и фактически вроде бы вот этот продукт, он выглядит как натуральная ветчина, а реально там мясо может быть там до двадцати, до тридцати процентов. Причем, тоже вот поднимая литературу на эту тему, я могу сказать, что невозможно на сегодняшний день какому-то мясокомбинату конкурировать, если он не использует вот эти вот технологии. То есть, его продукция будет нереально высокой цены, если использовать только натуральное мясо, натуральные специи и фактически выпуск таких продуктов невозможен. Дополнительно могу сказать, что очень важное значение имеет способ приготовления мяса, мясных продуктов и с какими продуктами вы их употребляете вместе. То есть, нежелательно, конечно, часто употреблять жареное мясо, копченое мясо. Пару слов могу сказать и копчение. То есть, если раньше, допустим, двадцать, тридцать лет назад, копчение происходило как? То есть, помещались кусок мяса, внизу насыпали опилочки, поджигали их, опилки эти дымились и происходило копчение. Копчение происходило где-то около суток. То есть, процесс этот не мог происходить очень быстро и, скажем так, требовал определенных технологий, то на сегодняшний день используется в девяносто девяти процентах химическое копчение. То есть, тот же мясо, та же рыба заливается специальным составом. Его даже можно купить. У нас он называется жидкий дым. То есть, он имеет вкус, аромат копчений. Там есть консерванты, которые позволяют вот этим продуктам животным, животному белку долго сохраняться. И, фактически, отличить его от продукта натурального копчения может только опытный человек, специалист. Но, вот эта вот жидкость, которая придает копченый вкус продуктам, она имеет крайне негативное влияние на желчеводящую систему. Она раздражает слизистый желудочно-кишечного тракта. В его состав входит достаточно много канцерогенных веществ. Поэтому, копченая пища является одной из самых вредных видов продуктов, которые мы с вами видим на наших полках. По совместимости мяса, мясных продуктов. То есть, прежде всего, я не рекомендую совмещать мясные продукты с продуктами. Ну, вот, часто пишут в литературе с углеводами. И морковка углевод, и хлеб углевод. Так вот, углеводами, как раз, которые содержат большое количество крахмала. То есть, это, прежде всего, картофель, клейковины, картофель, хлеб. Вот, с этими продуктами, рис, например, с этими углеводами, скажем так, мясо, мясные продукты не очень совместимы. Почему? Я могу объяснить. Потому что для нормальной переработки мяса требуется кислая среда и активная работа ферментов. Ферментов желудки, трепсин, и фермента поджелудочной железы, это хемотрепсин. Так вот, как раз, крахмалистые продукты, крахмал, собственно, он и нейтрализует, то есть, резко снижает активность вот этих протоэлитических ферментов или ферментов, которые перерабатывают белки. И, соответственно, что происходит? Мясо мы поели, а толком оно перевариться не может. И вот, образуется огромное количество продуктов недопереваренного мяса. То есть, это, в основном, какие-то составляющие мочевины, мочевой кислоты. И огромная нагрузка ложится потом на почки по выведению продуктов мочекислого обмена, по выведению продуктов белкового обмена. А все, что не вывелось почками, оно будет откладываться в позвоночнике, в суставах, в виде соли. Вот это, как раз, и есть результаты недопереваренных белков. Вот. С какими же продуктами, какими же углеводами хорошо употреблять мясо? Это, прежде всего, с клетчаткой нерастворимой или растворимой, то есть, продуктами, содержащими большую концентрацию клетчатки и свежими овощами, которые содержат ферменты, которые способны помочь переварить мясо. Ну, например, это морковь, это, скажем так, свекла, возможно, это капуста, брюссельская брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, лук, чеснок содержит большое количество, скажем так, ферментов, способных помочь нам переварить мясо. Какие-то кислые соки помогают переваривать мясо. Например, лимонный сок, натуральное вино сухое помогает нам переваривать мясо. То есть, это свежие овощи, это кислые овощи, соки и какие-то кислые фрукты, возможно, добавление. Вот, дальше. Значит, если вы употребляете животный белок, то желательно, чтобы это было натуральное мясо, чтобы это была натуральная рыба. Причем помните, что, к сожалению, многие виды рыбы на сегодняшний день выращиваются, вот, все ругают ножки буша. Мало кто знает, что современная семга. Большинство видов прудовых рыб, например, караси, карпа, они тоже выращиваются на комбикормах. Но я думаю, что концентрация гормонов там все-таки немножко ниже, но, тем не менее, нельзя назвать эту рыбу натуральной. Рыбу абсолютно полезной, поэтому больше рекомендую употреблять океанскую рыбу, нежирную, например, хек, ментай. Из пресноводных рыб лучше, более правильно будет употреблять щуку, судак. Ну, это у нас в регионе. Может быть, у вас, в общем, хищников. Потому что, скажем так, разведение хищной рыбы в водоемах, прудах, оно затруднено. То есть, и такую рыбу комбикормом не накормишь. Вот, поэтому это более натуральная рыба. Хотя, конечно, водоемы у нас тоже на сегодняшний день достаточно загрязнены. Но, по крайней мере, концентрация гормонов и каких-то химических веществ будет намного ниже. Треска. Хороший продукт. Морская. Достаточно большая концентрация полиненасыщенных жирных кислот. Рекомендую. Хотя, не дешевая рыба. Вот. Куриное мясо столь популярное на сегодняшний день. Крайне, наверное, наиболее небезопасный продукт. Поэтому, если любите курочку, то ищите у бабушек синих дохлых курочек. Да, конечно, ее придется варить 2 часа в пароварке, как мы это в семье делаем своему ребенку. Но, это гарантия того, что это нормальная курица. И мой ребенок будет есть, хотя и сухое мясо, но зато без гормонов и без антибиотиков, которыми кормят бролеров. По белкам, если какие-то вопросы есть по белковому питанию, я прошу вас написать. Если нет, то будем переходить к жирам. Значит, с жирами все достаточно просто. То есть, первое правило. Жиры ни в коем случае нельзя нагревать выше 60 градусов Цельсия. То есть, все жиры, которые не нагреты, которые натурального происхождения, они полезны. Естественно, полиненасыщенные жиры или жиры растительного происхождения. Их нужно употреблять в значительном количестве. То есть, где-то, ну, на мой взгляд, где-то около 2 3 объема, около 70 процентов должно составлять жиры растительного происходения. Сколько раз в неделю мясо можно кушать? Хороший вопрос. Вот, когда я читаю лекции в клубе, я всегда, вот, кто-то или где-то читает какую-то универсальную диету. Я всегда задаю вопрос. Как вы думаете, скажем так, программист в Таиланде или лесоруб в Норвегии, они должны одинаково питаться или по-разному? Ещё раз повторю вопрос. Программист в Таиланде и лесоруб в Норвегии, у них должно быть одинаковое питание или разное? Конечно, разное. Почему? Потому что, когда жарко, когда вы мало работаете физически, ну, по калориям, я потом поговорим по калориям, когда жарко, когда вы мало физически работаете, то, естественно, потребность в мясе, в такой, я бы сказал, тяжёлой пище, она значительно ниже. Если вы переохлаждаетесь, если вы живёте в холодном климате, если вы достаточно работаете много физически, то потребности ваши в мясных продуктах, они будут выше. Поэтому, возвращаясь к вопросу о сколько раз в неделю мясо. Ну, лично я, так как я достаточно много тренируюсь и достаточно много двигаюсь, то в среднем, в среднем, два раза в неделю я употребляю мясо. Что могу сказать? Растущему организму, подростку, там, десяти-двенадцати лет, наверное, нужно чаще употреблять мясо. Человеку пожилому, у которого уже нет таких потребностей энергетических, который, возможно, физически не очень много трудится, то, может быть, одного раза в неделю мясо или животного белка было бы вполне достаточно. Ну, вы спешите по поводу топлёного масла. Великолепно отношусь к топлёному маслу и часто употребляю в семье. Вот бабушка, если вы знаете, масло надо топить около четырёх часов, вот одна из бабушек у меня в семье берёт на себя этот труд по перетапливанию масла. Великолепный продукт. Какое мясо им? Ну, честно говоря, мясо им только по праздникам. Грешу свинины, хотя понимаю, что, наверное, не всегда это мясо полезно, если, ну, слабости. Наверное, из красного мяса наиболее благоприятная баранина, вы все это знаете, а вообще великолепно это рыба, конечно. Вот, в основном употребляя рыбу в таком повседневном питании только рыба. Лосось. Рыба полезная, конечно, полезная полиненасыщенными жирными кислотами, но помните о том, что по поводу выловленной в холодных водах Норвегии, это, на мой взгляд, байки. То есть, все это выращивается в специальных водоемах. Ну, свинина, если она правильно приготовленная свинина, если она не зажаренная, если она не очень жирная, если вы ее правильно употребляете нечасто с овощами, то, я думаю, что раз в неделю, раз в две недели вреда она не нанесет. Тем более, могу сказать, что у свинины есть преимущество перед говядиной в том плане, что она не дает столько солей, мочевой кислоты в организме. Рыба. Рыба хек, рыба ментай, щука и так далее. Как узнать, не могу сказать. Я думаю, что фактически вся семга, которая у нас есть, она выращена в той же Норвегии, но в искусственных водоемах. Предлагаю перейти, потому что время ограничено, предлагаю перейти к жирам. Итак, кролятина. Последний ответ, последний вопрос. Великолепный кролик. Значит, единственное, что на зиму важно понимать, кролик набирает жир. Поэтому зимний кролик, он более жирный, и достаточно уже дает нагрузку на жировой обмен. У людей, у которых проблемы с повышенным холестерином, с сосудами, не рекомендую употреблять, по крайней мере, зимнюю кролятину. Но вы, когда кролика разделываете, вы увидите, что он жирный. А вообще кролик великолепное диетическое мясо, и вот, хотя и дорогое, и вот ребенку покупают часто, он в основном кроликом питается тоже, ну, так себе редко позволяет, да и, честно говоря, как-то не привык к кролятине. Совместимость мяса с макаронами уже говорил. Часто детям школ отдают, это один из главных шагов по приобретению желчекаменной болезни. Как вы знаете, Украина, да и Россия, наверное, в том числе занимает первое, второе место по желчекаменной болезни. Вот, поэтому, несовместимо мясо с макаронами. Несовместимо. Переходим к жирам. Значит, с жирами, в начале, скажем так, по растительным животным жирам. Значит, две трети жиров рекомендую употреблять, конечно, жиры, ненасыщенные жиры, жиры растительного происхождения. Очень важно, чтобы, например, вот у нас продается три вида масла, да. Мы используем, в основном, подсолнечное масло. Это масло рафинированное. Это масло, которое вы можете использовать только при жарке. Могу вас огорчить на сегодняшний день. В рафинированное масло очень активно добавляют трансжиры. Поэтому, ну, только, допустимо только для жарки. Следующее. Это, так называемое, жареное масло. То есть, это масло, которое какой-то период нагревалось, причем его кипятят. То есть, это придает ему такой особо, усиливает вкус масла. Но, к сожалению, к сожалению, это ухудшает качество масла, потому что любой жир, нагретый до температуры, ну, в некоторых, в среднем, 56 градусов, он начинает приобретать канцерогенные свойства. Причем, чем дольше нагревается этот жир, тем больше в нем появляется канцерогенов и веществ, которые вредят желчному пузырю печени. Вот как раз фастфуды, Макдональдс, картошка-фри, жареные пирожки. Почему их очень часто ругают и считают продуктами наиболее опасными для здоровья? Да, потому что, например, ну, по моим данным, замена масла в Макдональдсе происходит раз в неделю. То есть, целую неделю могут жарить все время на этом масле. А дома мы сливаем там после одной жарки. По крайней мере, нормальная хозяйка всегда так делает. То есть, вот целую неделю, чем дольше масла, тем больше там накапливается канцерогенов. И так, ну, это правило работает в отношении любого масла. Значит, растительное масло мы употребляем только холодного отжима. То есть, масло не нагрето. Оно позволяет сохранить все полезные свойства масел и не добавлять какие-то канцерогены в масло. Есть так называемые базовые или пищевые масла. Их три у нас, по крайней мере, на Украине. Это, естественно, подсолнечное масло, это кукурузное масло и это оливковое масло. Они все полезны, каждый по-своему. Все они содержат омега-9. Все они в холодном отжиме полезны, улучшают пищеварение, улучшают желчеотделение и незаменимы для питания. Особенно важно увеличить количество этих масел для людей, у которых есть проблемы с желчеводящей системой, для людей, у которых проблемы с суставами тара. Тара, естественно, стекло неплохо подойдет. Есть металлическая тара. Пластик, в принципе, не является вредным для масла, если это масло не нагревается или не стоит на солнце. Дальше. Вот это три базовых масла. Теперь есть так называемые, ну скажем так, я их называю дополнительные масла. То есть, селиняное масло, ореховое масло, кунжутное масло, тыквенное масло, огромное количество масел на сегодняшний день. Все они, фактически, если они правильно приготовлены, они обладают полезными свойствами, горчичное масло, все они очень полезны для организма. Поэтому предлагаю среднему, взрослому человеку употреблять около двух, одну-две столовые ложки базовых масел, это оливковое, подсолнечное, кукурузное, и одну-две чайные ложки дополнительных масел. Это может быть льняное масло, это может быть горчичное масло, это может быть кунжутное масло. Какое вам нравится, какое вы прочитали, вас больше всего устраивает, вот, пожалуйста, пользуйтесь. С каким маслом готовить? Мы готовим в основном на подсолнечном или на оливковом масле. Но готовка как? То есть, это только жарко. И жарим, ну, я, например, в семье жарю крайне редко. То есть, там, один раз в неделю. И то, обычно и реже. А летом вообще крайне редко. На масле вообще никто не жарит. Поэтому, если вы готовите на масле, значит, вы его нагреваете. Если вы нагреваете, значит, какие-то вредные, уже какие-то концентрогены вы добавляете. То есть, ну, наверное, если это не часто происходит, допустим, один-два раза в неделю, это не страшно. Если это постоянно на завтрак, на обед и на ужин, то это проблема. Поэтому, топленое масло, ну, тоже нагревая его, жарить на нем не очень, не есть хорошо. Добавлять в кашу, это нормальная ситуация. Дальше. Значит, по этому. Растительные масла, животные жиры. Значит, Европа очень активно начала бороться в 70-х годах с животными жирами. И доигрались они до того, что климакс у них помолодел на 8-10 лет. Да, почему? Потому что холестерин, он, как бы, он может быть вредным, но нужно помнить о том, что холестерин, он является предшественником, во-первых, всех половых гормонов. Тестостерона, в том числе. То есть, если вы полностью исключаете холестерин, то вам нечего производить половые гормоны. Дальше. Холестерин выполняет огромное количество нужных, необходимых функций в организме. Это защитная функция. Он обволакивает какие-то токсические вещества. Холестерин. Из холестерина создана жировая прослойка многих органов. Он позволяет нам, скажем так, защищаться от холода и так далее. То есть, поэтому важно просто употреблять правильно холестерин. То есть, правильно это не нагревать животные жиры. На мой взгляд, небольшое количество сала, если оно не было копченое, и в холодное время года, оно вполне приемлемо. Сало, между прочим, рекомендуется в небольшом количестве людям с заболеваниями желчевыводящей системы. Сало обладает хорошим желчегонным эффектом. Поэтому небольшое количество сала, если вам вера, конечно, не позволяет, вы вполне можете употреблять. На мой взгляд, это достаточно ценный и вполне безопасный продукт. Особенно, если вы будете сочетать со специями, с черным перцем, с красным, с луком, с чесноком. Это поможет салу усвоиться правильно и, скажем так, хорошо его переварить. Отдельно хотел бы поговорить о сливочном масле. Это крайне ценный продукт. Его категорически нельзя заменять так называемыми спредами. Спреды, как раз, это и есть один из представителей трансжиров. В начале, как раз, трансжиры считались панацеей, способом защитить население нашей планеты от сердечно-сосудистых заболеваний. Закончилось все исследованиями и стало понятно, что трансжиры, это маргарин, это пальмовое масло, они достаточно плохо усваиваются нашим с вами организмом. То есть, фактически, получается ситуация, что организм не знает, что делать с этими жирами. И они достаточно быстро приводят к нарушению жирового обмена. Сало с хлебом вопрос задают. Но здесь сало работает тот же признак. Чем больше клейковины, крахмала, тем сало хуже будет усваиваться. Поэтому, если хлеб вы едите, то сало с хлебом, то старайтесь, чтобы хлеб содержал отруби, чтобы это был ржаной хлеб. Это будет более правильно. Черный хлеб. Надо ехать на Украину. Да, у нас отличное сало. В конце расскажу вам анекдот про сало. Если напомните. Значит, секундочку. Сливочное масло. К сожалению, сливочное масло является одним из источников бета-каротина. То есть, морковка не содержит на сегодняшний день, фактически, никакого бета-каротина. Об овощах и фруктах я поговорю особо. И объясню, почему это происходит. Если, конечно, вы не вырастили эту морковку у себя на огороде. И на сегодняшний день источником бета-каротина очень важен для противораковой защиты. Бета-каротин очень важен для нормального состояния волос, ногтей, для зрения. И вот одним из немногих достойных источников бета-каротина служит именно сливочное масло. Но, как вы понимаете, сливочное масло натуральное. Кстати, у меня в семье тоже моя мать, она покупает на базаре сливки натуральные. Сама взбивает сливочное масло. Вот, да, масло нужно. Если вы покупаете его, то покупать ни в коем случае не меньше 82,5%. Но, конечно, с маслом масло тоже можно перебрать. Поэтому в среднем старайтесь употреблять где-то около 20-30 грамм масла в день, не больше. То есть это где-то пачка масла у вас должна уходить за две недели в среднем. Но это на одного человека. Опять же, естественно, что потребление животных жира зимой увеличиваться должно. Потому что потребность животных жира зимой в холодное время значительно выше. А летом вполне можно фактически вообще обходиться без животных жиров. Я, к сожалению, не могу вам сказать точно о качестве финского масла. Один раз сам его покупал. Не знаю, не могу вам сказать. Но не думаю, что финны как-то особо ушли от современных технологий. Наоборот. Скажем так, в Европе эти технологии появились на 20 лет раньше, чем у нас. И поэтому скорее у нас будут нормальные продукты. Еще по старинке какие-то могут попадаться, чем в Европе. И, между прочим, Голландия, лидер... Вот вы знаете, там находится компания Несли. Вообще Голландия, это лидер ГМО технологий, вообще пищевых технологий, занимает первое место по раку толстого кишечника, если я не ошибаюсь. Если Украина, например, Россия, не знаю, занимает первое место по раку щитовидной железы и молочных желез, но это, как вы знаете, связано, прежде всего, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, то вот как раз Голландия то ли по толстому по раку, то ли тонкого, то ли толстого кишечника занимает. То есть как раз вот лидер ГМО технологий Несли там находится компания, которая только использует это. Поэтому я склонен скорее доверять, скажем так, нашим производителям, а честно не доверяю нашим производителям, а доверяю базару. Вот на базаре кое-что можно выбрать. Не знаю, как у вас дела отстоят, но у нас еще кое-что можно найти. Ну я так читал вот по форумам. Кое-что и в Москве еще сохранились базары. Ой, кушать помаленьку. Ну я никому не советую кушать помаленьку колбасу, майонез, хот-доги и так далее. Потому что с таким же успехом помаленьку можно кушать химикаты какие-то. Поэтому даже помаленьку не ем. Все, естественно, выбор всегда за вами. Если по жирам вопросов нет, то есть повторюсь о том, что жиры должны быть только натуральными. Никаких трансжиров, никакого пальмового масла. То жиры должны быть две трети, 70% это растительного происхождения, холодного отжима. И в холодное время года животного происхождения жиры, ну, две трети. Майонез сделанный в домашних условиях. Ну там есть не совсем совместимые продукты, но если вы раз в две недели побалуетесь домашним майонезом, то страшного особо ничего не будет, потому что там в принципе все продукты нормальные. Сливочное масло с хлебом или только в каше. Да можно с хлебом, можно, конечно, с хлебом. Вот сейчас мы как раз поговорим о углеводах, но тоже не чистите. Значит, вот как раз, о, вот все натуральное, родители и козы. Ну, если бы у меня были козы, то это, наверное, было бы очень хорошо, но надо работать еще. Итак, майонез в стекле. Ну, честно говоря, какая разница. Стекло, на мой взгляд, это попытка как-то придать респектабельность продукту. Любой майонез, произведенный в заводских условиях, будет содержать эмульгатор обязательно. Любой майонез в стекле или не в стекле будет содержать консервант, потому что, вспомните, раньше советский майонез, по-моему, 7 дней был. То ли 7, то ли 10 дней максимум срок хранения. Сейчас 3-4 месяца и, естественно, в стекле он в чем угодно. Он будет содержать консерванты, красители обязательно, обязательно эмульгаторы. Возможно, возможно, вы правы по поводу сала, но сало в основном у нас принято в Одессе покупать на базаре. И свинина обычно домашняя. Поэтому смотрите, если вы не уверены, конечно, никогда не покупайте. И вообще сало это далеко не обязательный продукт. Если сливочное масло я рекомендую хотя бы немножко употреблять, то сал, конечно, нет. Это продукт выбора. Итак, переходим к углеводам. Значит, как вы все знаете, есть углеводы, скажем так, рафинированные и нерафинированные. Значит, рафинированные углеводы это что? Это мука и сахар. То есть они, чем они, в общем-то, опасны? Дело в том, что в природе, изначально природа не зря так устроила. Любой углевод, он содержит всегда растворимую, нерастворимую клетчатку и сахара. Сахара обладают питательной ценностью. А клетчатка обладает очищающим эффектом. Клетчатка обладает эффектом детоксикационным. Клетчатка стимулирует пищеварительную систему. Клетчатка улучшает переваривание пищевых продуктов. Клетчатка является основой и базой для нормального роста, развития, размножения полезных бактерий. Поэтому, забегая вперед, могу сказать, что если вы употребляете кисломолочные продукты, но не употребляете достаточное количество клетчатки растительной, растворимой и нерастворимой, у вас никогда не будет нормальной микрофлоры. Потому что клетчатка, по моим наблюдениям, и врачебным, и личным в семье, она может быть даже более важна для нормальной микрофлоры, чем кисломолочные продукты. Поэтому природа так создала всё. Но мы, люди, всегда гонимся за эффективностью. И вот как раз рафинация углеводов, это была попытка создать более ценные пищевые продукты. Чего мы добились? Мы добились того, что продукты стали более ценные в пищевом смысле, они стали более питательны, они стали содержать больше калорий, но они стали перегружать пищеварительную систему, они стали перегружать прежде всего поджелудочную железу, как раз на которую и ложится огромная нагрузка по перевариванию углеводов. И, кстати, в своей врачебной практике, если, допустим, ещё 10-10 лет назад я больше сталкивался с нарушениями функций желчного пузыря, я думаю, что как раз появилось много колбас, тогда сосисок, и все накинулись, то на сегодняшний день могу сказать, что основную долю нарушений по пищеварительной системе составляет именно заболевание, нарушение функций поджелудочной железы. То есть, что-то мы не так делаем прежде всего с углеводами. Так вот, рафинированные углеводы это мука и сахар. Какое-то незначительное употребление, конечно, допустимо, но чем меньше, тем лучше. Особенно это относится к тем людям, которые стараются как-то контролировать свой вес, сохранить фигуру до старости хорошей. То есть, эти продукты нужно употреблять максимально минимально. И нерафинированные углеводы это все углеводы, которые не прошли, скажем так, не прошли, как бы, выхолощивание, удаление клетчатки. То есть, это каши, хотя тоже там происходит частичное отшелушивание, но и частичная клетчатка там тоже теряется. Это каши, это овощи, это фрукты. Ну, в принципе, по кашам все понятно. Каши, в принципе, продукт полезный, питательный. Очень хорошо усваиваются. По БАДам обязательно поговорю. Все наше общение полтора часа занимает. Последние 30 минут я буду говорить только о БАДах. Абсолютно с вами согласен, что без спорта невозможно никакая хорошая фигура. Но, поверьте, я профессионально занимаюсь йогой уже 10 лет. Моя жена профессионально занимается хорошими фигурами. И вы молодец, что вы ходите 3-5 раз в неделю в спортзал. Но если при этом вы будете неправильно питаться, то рано или поздно это все закончится заболеваниями. Это обязательно. Невозможно при неправильном питании заниматься нормально спортом. Итак, возвращаемся к кашам. Значит, каши великолепны. Каши великолепны. В чем их проблемы? Каши создают немного лишнюю слизь. Особенно это относится к овсянке, скажем так, широко известной и разрекламированной. И к рисовой каши. Поэтому, что бы порекомендовал от себя? Если вы имеете язвенную болезнь желудка, если есть какие-то проблемы эрозии, гастриты, то действительно старайтесь употреблять каши более протертые, более, скажем так, переваренные, которые больше содержат слизи. Они будут защищать вашу пищеварительную систему. Хотя, прежде всего, вам нужно разобраться с микрофлорой желудка и удалить хеликобактер. В этом, кстати, очень хорошо помогает Silver Max, коллоидное серебро. Если же у вас подобных проблем нет, а наоборот, вы страдаете какими-то проблемами, связанными с излишней слизью, с застоем лимфатической системы, это бронхиты хронические, это хронические гаймориты, это отечность, то я бы, опять же, это запоры, это слабая перестальтика кишечника, то я бы рекомендовал каши более грубые. Это, например, кукурузная каша, ячменная каша, перловая каша, гречневая каша. Они лучше стимулируют пищеварение, лучше стимулируют перестальтику кишечника. По крайней мере, любите каши, никогда старайтесь, выберите 3-4 вида каши, обязательно старайтесь употреблять грубую кашу. Хотел бы, скажем так, покритиковать моду влечения мюслями и сочетание каш с фруктами, и с особенно сухофруктами. Но если у вас железное, хорошее пищеварение, то, в принципе, это неплохо. Ну, как неплохо? Ну, ваша пищеварительная система выдержит это, но людям, у которых есть склонность брожению, проявляться это будет в виде вздутия кишечника, газообразования, категорически нельзя это делать. То есть, не сочетайте каши с фруктами и сухофруктами, тем более. Вот в чате я вижу, в чате я вижу, кое-кто замачивает кашу, замечательная вещь, избавиться от лишнего крахмала, то есть, это неплохая ткань. Рекомендация, если у вас есть время, на ночь, вот, замачивайте кашу, это хорошая вещь. Дальше, молочные каши. Ну, честно говоря, честно говоря, взрослым не рекомендовал бы, хотя действительно, очень вкусно молочные каши, это не совсем совместимые продукты, особенно, если это молоко коровье, казин с кашами не совместим. Деткам, конечно, пока у них сохранена выработка ферментов, которые перерабатывают казин, это вполне приемлемо. Но, взрослому человеку, особо не рекомендовал бы, молочные каши. Да, на воде, для взрослого человека, предпочтительнее, по крайней мере, эта пища, более физиологична. Дальше, теперь, давайте поговорим, про фрукты. Фруктами, к сожалению, существует много проблем. Везде, где не прочитаешь, вот, по интернету, фрукты суперполезны, фрукты суперхорошо, обязательно употребляйте их, чем больше фруктов, тем лучше. На самом деле, с фруктами существует огромное, огромное количество проблем. Ну, проблема номер один. То есть, ну, не знаю, как вот в России, но, в Белоруссии, на Украине, а в России, я думаю, что с этим еще намного хуже, где-то около 50% это привозные фрукты. Я думаю, что в Москве или где-нибудь в Мурманске это все 98-99%. То есть, и причем фрукты импортные. Соответственно, вы должны понимать, что ни один фрукт, вот, полностью созревший и полностью натуральный никогда не может быть доставлен. В среднем, у меня есть знакомые, приятели, которые занимаются экспортом в Украину фруктов. Вот, перевозка фуры фруктов из Испании сюда, в Одессу, занимает около 6-ти суток. Около 6-ти суток. То есть, соответственно, все это должно постоять в таможне, на таможне все это должно перегрузиться. Поэтому, что делает производитель? Во-первых, все фрукты, фактически все, которые привозятся к нам, они срываются зелеными. Они срываются зелеными. Дальше, существует несколько способов, как ускорить потом созревание. Во-первых, для бананов и для некоторых других фруктов используется смесь газов. Банангаз его еще называют. Это смесь азота и этилена. Дело в том, что этилен обладает свойствами так называемых фитогормонов. То есть, он ускоряет рост и созревание фруктов. Вот вам привозят зеленый фрукт, обрабатывают его газом и через несколько часов он уже спелый, красивый, желтенький, красненький, какой вам нужно. Он отправляется на прилавки супермаркетов, базаров и так далее. Ну, в принципе, газ, если вы помоете этот, то он наверное или возможно не очень токсичен. Но дело в том, что вот когда нормальный фрукт созревает, то в основном насыщение его витаминами, микроэлементами происходит в последние несколько, основное насыщение последние несколько суток, несколько дней. То есть, период созревания. Естественно, когда фрукт срывается зеленым, то концентрации витаминов, микроэлементов то как раз, что мы ожидаем на этих фруктов. Оно в десятки раз меньше. И если это какие-то бананы, например, или какие-то экзотические фрукты, то зачастую витаминов и микроэлементах не больше, чем в чипсах или в какой-нибудь колбасе. Дальше, следующее. Значит, сухофрукт сухофруктами история не намного лучше. Во-первых, все нормальные сухофрукты имеют серый цвет. То есть, если вы видите оранжевые какие-то яркие красные сухофрукты, вы должны понимать, что при сушке использовались красителями. Все сухофрукты обязательно обрабатываются двуокисью серы. Поэтому категорически нельзя употреблять сухофрукты немытыми. Причем, не только немытыми, их обязательно нужно замачивать. сухофрукты Туда, к сожалению, тоже их могут обрабатывать консервантами. Поэтому я бы, скажем так, очень аккуратно употреблял сухофрукты. К сожалению, вот в моей врачебной практике могу сказать, что у очень многих людей сухофрукты последнее время начинают вызывать вздутие живота, изжогу, брожение, нарушение стула. То есть очень много проблем с сухофруктами последнее время. Поэтому на мой взгляд старайтесь использовать сухофрукты как можно проще. Например, сухофрукты, яблоки, груши, то есть то, что у вас произрастает или по крайней мере то, что возможно произрастает в нашем регионе. Что касается фруктов, хотел еще рассказать о существует такое вещество дифенил. Его еще называют яблочный ботокс. Если вы когда-то покупали в супермаркете яблоки или груши или апельсины, то они такое впечатление как будто они натерты воском. Вы их начинаете мыть, оно не отмывается. Вот дифенил как раз он очень хорошо консервирует, то есть до полутора лет может фрукты в дифениле находиться как бы иметь внешний вид такой товарный вид как у нас говорят и продаваться до полутора лет и при этом естественно какие-то могут быть витамины и микроэлементы. И к сожалению вот в Соединенных Штатах в странах Евросоюза дифенил запрещено, у нас в Украине наверное и в России он широко применяется и если вы по ошибке все-таки купили фрукты такие-то во-первых вы должны понимать что ничего кроме ничего полезного вы из них не получите а во-вторых если они вам достались то ничего не остается как срезать кожуру с них вы ничем этот дифенил не отмоете по поводу овощей но овощи все-таки хранятся чуть лучше они чуть более плотны но к сожалению фактически все овощи сейчас генетически модифицированы генетически модифицированы например по поводу морковки вот в чате я вижу идет обсуждение раньше вся морковка которая покупала она была такая с острым носиком сейчас обратите внимание вся морковка с тупым носом она такая длинная вот такая вот вытянутая на палки похожая и я ни разу не видел чтобы она была погрызанная то есть это генетически модифицированная морковка дальше фактически все все овощи фактически все овощи они перегружены нитратами и некоторые перегружены пестицидами нитраты вы знаете это удобрение для улучшения роста овощей то есть к сожалению к сожалению невозможно на сегодняшний день вырастить конкурентно способные овощи не используя нитратные удобрения пестициды используются для того чтобы для того чтобы овощи не уничтожали различные вредители но если нитрат тестеры еще могут как-то показать превышение нитратов кстати лидер по концентрации нитратов это бахчевые особенно арбузы то есть поэтому в России это априори нитратные арбузы у нас на юге Украины я начинаю покупать арбузы где-то 10 августа то есть когда начинаю созревать уже нормальные арбузики и нормальный арбузик он никогда не будет превышать 3-4 килограмм это нормальный арбуз арбуз больше он всегда напичкан нитратами вот то же самое касается и пестицидов к сожалению часто начали попадаться овощи с гербицидами то есть это вещества которые уничтожают сорняки и некоторые виды грибков микроорганизмов и так далее тоже очень опасны и скажем так но у нас нет выхода мы обязательно должны употреблять овощи как раз это источник клетчатки но скажем так старайтесь покупать во первых овощи только на базарах на базарах потому что в супермаркетах однозначно супермаркет обязывает длительному хранению обязательно они будут покупать генетически закупать или как-то размещать у себя генетически модифицированные продукты естественно продукты которые намного лучше выдерживают транспортировку хранение и по орехам сейчас немножко поговорю и естественно они будут содержать меньше питательных веществ меньше витаминов и питательная ценность как таковая она крайне низкая вот по поводу орехов могу сказать что все орехи полезны скажем так наиболее полезны конечно это кешью это миндаль это грецкие орехи они кстати и диетические кедровые орехи крайне полезны крайне полезны но достаточно тяжелы для пищеварения поэтому если у вас есть такая возможность для Украины это кстати очень серьезный такой деликатес на кедровые орехи но не старайтесь употреблять много где-то около чайной ложки в день не больше у меня не единожды у пациентов случались приступы панкреатита это приступы поджелудочной железы именно когда они объедались кедровыми орехами но могу сказать что особо не рекомендую употреблять арахис во-первых он весь генетически модифицированный во-вторых он из орехов наименее ценен по жирам по белкам и содержит достаточно тяжелых жиров поэтому орехи конечно употребляйте но скажем так тоже в меру поэтому вот скажем так учитывая все вышесказанное у нас у нас профиники профиники ну что могу сказать профиники значит то что я встречал на рынках существуют два вида фиников есть такие сухонькие маленькие финики невзрачные они обычно такого коричневого невзрачного цвета вот эти финики они на мой взгляд более натуральные то есть и небольшое количество фиников употреблять вполне можно единственное что нужно помнить что у фиников очень высокий гликемический индекс вот но в то же время финики содержат очень богатый микроэлементный состав там очень много калия магния поэтому финики очень хороши людям которые у которых проблемы сердечно-сосудистой системы которые спортом занимаются которые много потеют идут потери микроэлементов финики очень полезны как перекус хорошая хорошая пища единственное что порекомендую сухофрукты а замачивать даже если они выглядят для вас безопасно и употреблять отдельно от других продуктов и третье употреблять в первой половине дня не употребляйте сухофрукты и финики в том числе на ночь дальше второй вид фиников они обычно такие яркие блестящие очень сладкие они обработаны сахарным сиропом они имеют такую более яркую окраску то есть явно при скажем так сушке были использованы красители ну хотя они на вкус и более выраженный у них вкус но рекомендую конечно не употреблять их значит как обезопасить сухофрукты то есть если они естественно все сухофрукты все сухофрукты будут обработаны двуокисью серой это опять же мне говорили мои знакомые которые занимаются экспортом они кстати сыроеды и вот они занимаются экспортом сухофруктов по крайней мере к нам в страну в Одессу возят их контейнерами все обрабатываются двуокисью серой поэтому если вы покупаете сухофруктами ваша задача взять либо кипяток либо горячую воду где-то 80-90 градусов залить сухофрукт подождать около 3-4 минут слить воду залить еще раз желательно подождать 6-7 минут слить эту воду потом промыть в проточной воде и после этого есть так более-менее еще как-то вы себя обезопасите в содовом растворе не могу вам сказать честно говоря не обладаю такой информацией вообще горячая вода двуокись серой смывает можете соду добавить я думаю что сода по крайней мере не повредит сухофрукты но единственное что не переборщите так скажем так в свете всего вышесказанного рисуется такая картина что в принципе наездся то мы можем получить в достаточной степени витамины качественные микроэлементы клетчатку нормальную не загрязненную пестицидами нитратами человеку живущему в современном мегаполисе нереально нереально поэтому естественно рекомендую для человека современного для человека который скажем так поглощен каким-то ритмом современной жизни который не хочет выпадать из современной жизни говорили про рыбу в начале вебинара вы наверное не успели ему приходится как-то эти нутриенты как-то дополнительно как-то включать и вот я вам сейчас поделюсь с вами топом скажем так топ 10 наверное моих наиболее любимых продуктов корового клуба потому что я лично для себя все продукты наши делю на две группы это пара фармацевтики то есть это продукты которые обладают скажем так повышенной биологической активности которые уже как-то вмешиваются в работу органов например противопаразитарные препараты противовоспалительные отхаркивающие очищающие и скажем так клеточное питание то есть это те базовые продукты которые позволяют мне и моей семье и скажем так моим моим пациентам поддерживать какой-то баланс необходимых питательных веществ хочу начать с коктейлей очень люблю профайбер это клетчатка очень люблю очень рекомендую применять особенно он незаменим для двух групп людей это во-первых для людей которые снижают свой вес и для второго это для людей у которых есть проблемы со стулом и с пищеварением у которых проблемы с ежедневным стулом да у нас многие продукты содержат скажем так слабительные вы можете поставить себе клизму или использовать каскару или сену на худой конец но вы должны помнить о том что все эти продукты их нельзя использовать длительно то есть нельзя использовать длительные каскару серу и любые слабительные почему потому что они вызывают привыкание и только клетчатка и только клетчатка она не вызывает привыкания особенно растворимая клетчатка она будет разбухать от воды в кишечнике и тем самым стимулировать нормальную 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 работу кишечника поэтому еще раз повторюсь профайбер незаменим для людей у которых которые идут по пути снижения веса и для людей которые которые есть проблемы с кишечником причем профайбер вполне подходит для постоянного применения к примеру вот тоже есть у нас допустим в компании люди которые постоянно принимают противопаразитарные препараты я не совсем с ними согласен а вот профайбер другие коктейли фитоэнергия они вполне допустимы и рекомендованы мною для постоянного применения флавосил великолепный продукт полтора годовалому ребенку вполне можете применять как какое-то дополнение дополнительный источник клетчатки дополнительный источник витаминов микроэлементов биологически активных каких-то биофлавоноидов где растворимое вот как раз в профайбере есть и растворимая и нерастворимая клетчатка давайте чуть-чуть уточнимся растворимая клетчатка для чего она она да действительно дети мой ребенок тоже с удовольствием употребляет значит растворимая клетчатка она используется она усваивается организмом и используется она может она регулирует уровень холестерина она очень хорошо регулирует уровень сахара в крови то есть если вы не употребляете клетчатку то уровень сахара у вас рано или поздно повысится то есть организм будет выкидывать большое количество инсулина выкидывать выкидывать и закончится истощением поджелудочной железы либо уменьшением чувствительности клеток к инсулину вот нерастворимая клетчатка это вот такой вот силос плотный то есть его задача работать как сорбент в кишечнике то есть он будет впитывать нерастворимая клетчатка токсины будет впитывать в себя лишние жиры в кишечнике не в организме в кишечнике и нерастворимая клетчатка растворимая клетчатка является пищей для полезных бактерий кисломолочных а растворимая нерастворимая клетчатка будет помогать им как бы формировать свои колонии. Профайбер это далеко не новый продукт проволокно, я пользуюсь уже больше трех лет. Да, профайбер и проволокно это действительно одно и то же, просто профайбер это на английском языке, а проволокно это на русском. Читая энергия. Да и плюс, профайбер еще содержит аминокислоты, то есть что позволяет вам поддерживать и, скажем так, белковый обмен. Фитоэнергия содержит очень много, мне очень нравится, там есть экстракты крестоцветных, это капуста, это брокколи, это кальраби, это другие виды крестоцветных. Дело в том, что вот многочисленные исследования показали, что именно эта группа продуктов, она обладает, ну одним из наиболее выраженных противоопухолевых эффектов, то есть проводились исследования, там где много употребляют брюссельской капусты, брокколи, кальраби, там очень значительно ниже уровень онкологических заболеваний. Единственное могу сказать, что чем разводить, вот как раз вы сняли с языка вопрос. Значит, если нормально, нет проблем с поджелудочной железой, у вас все в порядке, то вполне можете использовать соки свежие отжатые. Яблочный сок, апельсиновый сок, если все-таки есть проблемы с поджелудочной, панкреатит, гастрододени, то соки разбавляете профайбер на воде, либо как вариант можно сок пополам с водой, две трети воды, одна треть сока и разводите коктейли. С какого возраста детям можно коктейли? Проволокно-фитоэнергия. Я думаю, что с трехлетнего возраста вполне вы можете использовать эти коктейли и до конца жизни. Какие БАДы относятся к нерастворимой клетчатке? Скажем так, я бы более правильно задать вопрос, какие БАДы содержат нерастворимую клетчатку. Это фитоэнергия, это проволокно, это келп, это бурая водоросль. С двух лет, пожалуйста, нет никаких противопоказаний? Вы с годом, из года можете назначать, но, из года можете назначать, ну, обычно я там детям рекомендую с трех-четырех лет уже применять. Четырех месяцев. Но это круто, конечно, с четырех месяцев. Вы смелый человек. У меня в четыре месяца ребенок только воду коралловую пил и грудное молоко. Люцерна. Никаких не имею претензий к вам, но, честно говоря, все-таки я бы не спешил с четырех месяцев. Если мама грудью кормит, то постарайтесь все-таки покормить как можно дольше ребенка грудным молоком. Хотя, действительно, я с вами согласен, что с четырех, с пяти месяцев уже начинается прикорм. И почему бы не начать прикорм с фитоэнергией? То есть, пожалуйста. Коралл шейк, Слим шейк, это, скажем так, коктейли больше уже белковой направленности. И они больше, скажем так, созданы для людей, которые ведут активный образ жизни, для людей, которые занимаются активно спортом. У них богатый аминокислотный состав. Коктейли созданы для людей, которые стараются, стремятся содержать свой вес в оптимальных каких-то пределах. В кефире проволокно. Я думаю, что в кефире имеет смысл, если кефир вы используете только натуральный, домашнего происхождения. Конечно, вы сняли аллергию на детские смеси, потому что аллергия, у детей нет фактически аллергии. Если хотите, у меня очень большой опыт, и мы как-нибудь могли бы провести вебинар по аллергиям. Я скажу, наверное, один на тысячу детей, один на тысячу детей обладает аллергией. Все остальное, это так называемые ферментопатии, которые проявляются в виде аллергии. Что такое ферментопатия? Это когда снижена выработка фермента, и когда ребенку дается смесь, то ребенок не может ее переварить, и вот эта вот интоксикация непереваренной смеси, она и будет проявляться в виде высыпания, зуда, покраснения. То есть, как у нас принято ставить диагноз аллергия. А как раз профайбер содержит клетчатку, которая и вовремя удаляла из желудочно-кишечного тракта ребенка вот эти вот недопереваренные, недопереваренную смесь. И, собственно, вы вот так вот и вылечили вашу аллергию, а вы ее не лечили, а просто не допустили ее возникновения. Дальше. Хорошо, попросите мариньяк, но мы как-нибудь организуем. Такой вебинар. Дальше продолжаем. Значит, обожаю лицетин, рекомендую его всем. Моя беременная жена принимала лицетин постоянно. Мой ребенок лицетин принимает с полугодичного возраста. Это связано, вот, кстати, мое вообще знакомство моей семьи. Дело в том, что у меня мать врач и педиатр, и вот как раз знакомство еще моей семьи. Я еще учился, честно говоря, не помню. Да, еще учился в институте. Вот знакомство мое вообще с БАДами началось именно с лецитина. Корал шейк можно беременным. Единственное, что, наверное, особо не увлекайтесь на последние двух месяцев беременности, потому что будет большой плод. То есть много аминокислот, будет крупный ребенок и не советую на двух последних месяцах. А предыдущие семь месяцев без проблем. Обожаю лицетин. Очень важный продукт. Если вы почитаете в интернете, треть мозга состоит из лицетина. Половина печени состоит из лицетина. Лицетин необходим для образования всех клеточных мембран. То есть можно сказать, что необходим для любого организма. Особенно важен для кого? Для детей. Почему? Потому что у них развивается еще нервная система. Лицетин крайне необходим для миеллинизации нервных волокон. Дело в том, что ребенок, когда рождается, у него миеллинизация волокон проходит еще 3-4-5 лет после рождения. Вот как раз лицетин поможет миеллинизироваться волокнам. Это значит, что детки будут более умны, более сообразительны. У них лучше будет протекать процессы торможения, возбуждения в коре головного мозга. Значит, ребенку 1,9 месяцев. Наверное, лицетин это 1 год и 9 месяцев. Как применять? Разрезаете ножиком капсулку и выдавливаете пол капсулы. В принципе, 2 года уже можно и капсулу выдавливаете в кашку. Вот я обычно как своему ребенку давал? Кашка, она уже должна остыть, то есть слегка теплая, с маслицем каким-то растительным, обычно или оливковое, или подсолнечное масло. Я брал ложечку этой каши, разрезал капсулу, выдавливал сам лицетин в эту ложечку с кашкой, желатиновую капсулу выбрасывал, а ребенку давал, ребенку давал вот эту кашу с лицетинчиком. Значит, очень хороший вариант давать кормящим мамам. Одной-двух капсул в сутки, в принципе, вполне достаточно с первых дней жизни. Но, честно говоря, я не советую давать ребенку с первых дней жизни, потому что все-таки возможно проблемы со своей, ну, по крайней мере, не рисковал бы. Вот маме кормящей, нет никаких проблем давать этот же лицетин, и ребенок обязательно получит его с молоком матери. Максимально допустимая доза. Да лицетин, в принципе, ну, сложно сказать, ну, 6 капсул в сутки. Лицетин содержится в некоторых пищевых продуктах, поэтому доза допустима понятие, наверное, для медицинских препаратов или вообще для каких-то препаратов. Лицетин – это пища. Для взрослого человека нормальная, скажем так, доза – это 3 капсулы в сутки. Вместо конфет. Ну, конфеты – это конфеты, лицетин – это лицетин. Кстати, если он лежит в виде, если вы откроете его у кого-то, у кого есть лицетин, то он на свежем воздухе капсулы слипаться начинает. Поэтому вы вазочки его долго не поддержите. Вот. Да, да, действительно, жир печени акулы. Мой ребенок раскусывал, разжевывал спокойно. Вот, когда зубки появились, лицетин он тоже разгрызал. Но, в принципе, все-таки разрезать как-то практичнее. Высасывать ребенок может домой. Просто, действительно, многие дети любят. Сейчас уже ему 5 с половиной, он как-то не так, а вот в 2-2 с половиной года он очень любил, разжевывал с таким удовольствием эти капсулы. И никаких проблем с этим не было. Дальше. Еще очень хотел бы поговорить о защите. То есть, на сегодняшний день мы все проводим, ну, я, например, 8-10 часов в день провожу, в день за компьютерами. Все время, что я не ем, не тренируюсь и не гуляю с ребенком, я провожу за компьютером, фактически. И нам очень необходима защита. И на сегодняшний день без антиоксидантной защиты нам просто не обойти. Сейчас, секундочку. Перинатальная энцефалопатия травматического генеза грудному ребенку. Прекрасно помог. У моей сестры была тоже достаточно серьезная проблема именно вот травматического генеза во время тяжелых родов. И полгода мы бегали. Это вот как раз я уже говорил о знакомстве моем с лицетином. Полгода по невропатологам беготни ни к чему не привели. И мать тогда купила лицетин. Мы сестре подавали около трех месяцев. И вся неврология на этом закончилась. То есть, я не могу сказать, что лицетин вылечит все ваши неврологические проблемы. Но то, что он абсолютно благотворно влияет на формирование, работу нервной системы как взрослого, так и ребенка, это абсолютно точно. Кстати, могу рассказать про лицетин одну историю тоже из своей жизни. У меня у друзей есть ребенок, у которого появились проблемы наподобие аутизма. Кстати, после прививки. И я им подарил упаковку лицетина. Ну и знаете, как говорится, то, что на шару оно не ценится никогда. И в общем, где-то не забросили, не принимали эту упаковку. И как-то мой товарищ обнаружил этот лицетин. Он там пролежал на них больше, чем полгода. И увидел, что срок годности уже близко подходит. И слопал сам. Он, честно говоря, далек от этого все. Он занимает в мебельном бизнесе, он занят. И он мне звонит и говорит, слушай, а что это такое было? У меня так память улучшилась. Как-то говорит, я стал и считать лучше, и как-то и запоминать лучше. То есть, причем, это для меня очень большой показатель. Потому что он понятия не имел, что такое лицетин и вообще как он действует. И человек, который, в общем-то, не был никак готов к этому, он четко заметил вот такой вот эффект. Поэтому очень рекомендую лицетин, обязательно его применять. И теперь по поводу защиты антиоксидантной. Значит, у нас в распоряжении в компании мы обладаем самым сильным антиоксидантом в мире. Это микрогидрин. Сейчас появился H500. Обязательно используйте антиоксиданты. Вы не представляете, насколько сейчас агрессивная обстановка свободно-радикальная. Если вы включите свой планшет, ноутбук, вы увидите около 20. У меня лично, вот я включаю ноутбук, 20, 22 роутера я вижу. Вы знаете, что такое роутеры. То есть, это все нас излучает. 6-7 операторов мобильной связи. Огромное количество электроприборов. У меня меньше, чем два компьютера никогда не включено в семье. У меня, у жены еще и планшет обычно работает. То есть, все это излучает антиоксиданты, антиоксиданты, еще раз антиоксиданты. Когда я, кстати, беру анализ крови у программистов, у них обязательно повышенное количество бойки элоцитов. 2-3 недели регулярного приема микрогидрина и антиоксидантов, извините, свободных радикалов становится от 30-40% вот этих бойки элоцитов до единичных каких-то клеток. Поэтому, обязательно защита. Очень люблю фикатен. Очень люблю фикатен. Стараюсь им пользоваться. Не всегда, к сожалению, он бывает на складе, но очень рекомендую, используйте фикатен. Дальше. Два слова хочу сказать о биошейпе и противите. Это незаменимые продукты для, опять же, людей, ведущих активный образ жизни. Те, кто занимается спортом, те, кто ведет активный образ жизни, для тех, кто снижает вес. Тем более, обратите внимание, в биошейпе есть замечательная такая травка. Называется она Гарсиния Камбоджийская. Кстати, она используется у нас в эндуромаксе. Я немножко увлекаюсь еще и аюрведой. Так вот, в аюрведической медицине она уже используется около 3000 лет для нормализации сахара, для нормализации углеводного обмена. Очень проверена хорошая вещь. Сколько микрогидрин достаточно при работе за компом? Две-три капсулы. Две-три. Для взрослого, мужчины, две-три капсулы. Биошейп со скольких лет можно? Для ребенка. Обычно, все-таки, как источник аминокислот для маленьких детей, обычно, я рекомендую или спирулину, или хлореллу. Вот сейчас у нас появился коралл хлорелла, новый продукт. А вот где-то лет с 7-8 в принципе можно биошейп уже применять. Раньше обычно не назначая. Эндоромакс для снижения веса рекомендуется за по одной капсуле за 30 минут до еды. За 30 минут до еды. Великолепно всем сладкоежкам. Если у вас неизбавимая тяга к сладкому, у меня все сладкоежки пациенты очень довольны. То есть, по крайней мере, тяга к сладкому снижается значительно. Хотя, опять же, если у вас тяга к сладкому, значит, вы неправильно питаетесь. Вы употребляете очень большое количество рафинированных углеводов или неправильно сочетаете углеводы, то, о чем мы говорили, с мясными продуктами. И после этого выбрасывается повышенное количество инсулина и потом после еды тянет на сладенькое. Если у вас просто не после еды, а постоянно тянется на сладенькое, значит, стоит подумать об очередной противопаразитарной программе. Как правильно пить биошейп? Правильно биошейп. Биошейп производится либо на воде, либо на молоке. На мой взгляд, все-таки на воде я бы скорее разводил, потому что молоко, к сожалению, у нас крайне нет нормального молока. Да и переносится оно взрослыми далеко не всеми. Ну, употребляете обычно вместо приема пищи. Либо вместо завтрака, либо вместо ужина. Для людей, которые заняты в фитнесе, хорошо употреблять за 30 минут до тренировки. При сахарном диабете второго типа возможно реально помочь добавками. Опыт есть. Помочь возможно, но вы должны понимать о том, что добавки используются в комплексе с правильным питанием. То есть, если человек думает, что он будет продолжать объедаться. Сахарный диабет второго типа это результат А, паразитов. Б, интоксикации, паразитарной интоксикации на поджелудочную железу. Б, неправильного питания. То есть, добавки очень хорошо. У меня очень хороший эффект у людей при втором типе, если люди правильно начинают питаться. 9 из 10 пациентов излечивается, скажу вам так. Вы читали, что противопоказан H500 при герпесе и при папилломовирусе. Я правильно понял вопрос? Не согласен. Наоборот, антиоксиданты имеют важнейшее значение для противовирусной защиты. А вирус герпеса и папилломовирус это так называемые вирусы-паразиты. То есть, если, например, ну скажем так, вирусом герпеса, извините, вирусом гриппа есть вероятность заразиться человеку с нормальным иммунным статусом, то вирус герпеса и тем более папилломовирус будет паразитировать только при ослабленном иммунитете. H500 никоим образом иммунную систему не может как-то навредить. И наоборот, это защита и поддержка иммунной системы. Поэтому, наоборот, H500 я даже рекомендовал бы для постоянного применения при подобных проблемах. Но, в принципе, начинайте в любом случае с кишечника. Время наше, к сожалению, подходит к концу. Я смотрю на часы 20-34. Два-три вопроса еще. Какими должны быть перерывы между едой? Да, честно говоря, я не думаю, что есть какое-то для этого особое... Питайтесь так, чтобы вам было комфортно. Общаясь с друзьями, со знакомыми, я выяснил, что для кого-то комфортно два раза в сутки питаться, если вы ведете соответствующий образ жизни. Для меня это не комфортно. Я приучен с детства питаться четыре раза в сутки, в среднем, стараясь по возможности. Поэтому, слушайте свой организм, учитывайте его индивидуальные особенности. Единственное, что, когда вы встаете из-за стола, у вас не должно быть такого... То есть, вы должны вставать, но если не чувством голода, то, по крайней мере, вы не должны вставать чувством, чтобы переели. Последние два вопроса по яйцам и по проволокну. Значит, по яйцам. Продукт, вы должны понимать, что А плюс яйца, плюс это наиболее хорошо усваиваемый белок. То есть, по сравнению с мясом, с рыбой, яйца усваиваются лучше всего. Минус, это достаточно тяжелое жировое наполнение яйца, то есть, особенно желтка. Поэтому, в принципе, яйца продукт ценный. Вареные яйца вполне можно употреблять. То есть, я вот своим пациентам рекомендую 2-3 яйца в неделю. Лучше на завтрак, наверное, потому что это очень калорийный, такой энергетический, очень мощный продукт. Дальше, по поводу проволокно. Действительно, это еда. То есть, вы проволокно либо употребляете до еды, за 30-40 минут готовите коктейль. Если как-то есть проблемы с кишечником, либо проволокном, хорошо заменять, к примеру, уже. Значит, делите еду на благостную, страстную, приводящую в невежество. Очень тонкий вопрос. Нам придется... Вы понимаете, я верю в то, что ничто входящее в нас не может нас осквернить. А вот все, что исходит от нас, может осквернить нас и всех, кто вокруг. Надеюсь, вы поняли правильно мой ответ. По поводу перепелиные яйца. Великолепный диетический продукт. Кстати, можно употреблять сырыми. Пожалуйста, пользуйтесь, но не перебарщивайте. Анекдот. Анекдот. Ну, не совсем он про сало. Я так чуть вспомнил. Но, тем не менее, сало тоже. Едет щирый украинец. Такой чуб у него. Усы. Чуб такой. И он достает с гордостью... А, едет он в купе, а напротив него сидит негр. А, достает он кусочек сала. Отрезал его так. Кушает его с удовольствием. И негр напротив спрашивает его. А шо это такое у тебя? Он говорит, це сало с моей свинки. Он говорит негр. Это что сало? Вот у нас в носорогах сало так сало. Украинец обиделся, что там нахмурился. Полез, достает яичко. Негр его спрашивает, а шо это у тебя? Он говорит, это яичко под моей курочкой. Он говорит, а это шо яйца? Говорит, вот у нас, говорит, от страусов. Говорит, вот такие вот яйца в Африке. Говорит, а это у тебя переводняк какой-то. Ну, казак щирый надулся. Надулся, посидел, покумекал, подумал. И достает огроменный такой арбуз. Бах его на стол. Негр. А это что? А украинец ему, а это крыжовник. Говорит, дичка. Очень такой анекдот. Что могу на прощание сказать? Желаю вам здоровья. Желаю вам хорошего настроения, но невозможно без правильного питания. Будьте очень внимательны к тому, чем вы питаетесь. Обязательно поддерживайте свой организм. К сожалению, с современными продуктами невозможно полностью восполнить дефицит по витаминам, микроэлементам и правильному питанию. Будьте здоровы и всего хорошего.